В музейно-выставочном комплексе Люберца открылась выставка «Я знаю теперь». Авторы, художники и супруги Константин и Наталья Мирошники, которые пишут картины вместе. Их полотна выставлялись в Нью-Йорке, Лондоне, Вене и столицах других государств. Что привело творцов в Люберце, узнала съемочная группа нашего телеканала. Выставка Константина и Натальи Мирошников — это дань городу, который художники называют родным. Много лет назад молодая семья жила в Люберцах. Здесь они сделали первые шаги к мастерству и признанию. Мы здесь жили. Люберцы нас приютил. Мы жили на остановке школы, у церкви рядом. И общались очень близко, общались сильно с Сашенькой Барыкиным. Он у нас очень много был. Он нам рассказывал, что рисовать надо, как. Он был очень умный и веселый. За многие-многие годы накопилось много мыслей, много картин мы написали. И мы решили вспомнить этот город, сделать здесь выставку. Это такая своеобразная дань Люберцам. Особое отношение к Люберцам сказалось и на выставке. Представлены самые лучшие полотна. Среди них серия детских портретов, написанная непосредственно в Люберцах. Учились супруги у Ильи Глазунова, у которого постигали тайны живописи и рисунка. Илья Глазунова – это глыба, это гигант, это величайший мастер. И нас бы не было бы, если бы это он открыл нам эту тайну. Он, вот они смотрят и говорят, как вы так рисуете, как на фотографии. Это Глазунов открыл нам эту тайну русского, реалистического, нормального искусства. Среди гостей – жители округа, друзья и учащиеся художественных школ, которые оценивают творчество семьи Мирошников с профессиональной точки зрения. Интерес коллег выставки проявился, как только она начала монтироваться. Уже тогда мы увидели именно глубину и красоту. Это необыкновенные моря, это необыкновенные краски фруктов, это необыкновенные пейзажи. Каждую картину можно смотреть часами, потому что настолько они глубинные, настолько интересные. Портреты, натюрморты, пейзажи, морские виды. Но любимой темы у дуэта Мирошников все же нет. Принцип работы простой, если нравится, то рисуют. Русское счастье – для художников самое близкое и знаковое полотно. На картине изображен дядя Вася, знакомый, который живет в Тульской области. Какой у него взгляд. Вот он, взгляд русского мужика. Вот у него все есть. Он счастливый дед. Все у него есть. У него вот внуки есть, у него урожай есть, у него луна вот эта есть, у него есть это дерево, у него есть этот туман, который дороже денег, который не купишь ни за какие деньги. И он счастлив, он этим счастлив. Церемония открытия – это не только слова благодарности и информации о выставке, но и открытие семьи Мирошников как сочинителей и исполнителей собственных песен. Константин Мирошник исполнил несколько композиций. Выставка, я знаю, теперь будет работать до 30 октября.